Война для югостинских бойцов началась задолго до её официального объявления. Ещё в июле грузино-югостинский конфликт обострился. Грузинские военнослужащие атаковали подступы к Цхимвалу. Все понимали, что рано или поздно начнётся война, но о таких масштабах никто не догадывался. Активное участие в отражении вражеской агрессии принимали сотрудники отряда милиции особого назначения. Игорь Плеев, командир ОМОНа в 2008 году, был начальником штаба. Он отдавал приказы не из кабинета. Сам лично, бок о бок, с подчинёнными воевал против врага. Я не знал, что это было не из кабинета. Открылый год, я не знал, что и последний год я могу не пожаловать. Но я не смогу. Как я спрашивал, сколько я его и пытался, мне нужно, я Idя есть. Позиции югостинских бойцов располагались во всех районах республики. В первых числах августа часть подразделений ОМОНа защищала границы Южной Осетии в селе Убе от Знаушского района. Грузины почти бесперерывно обстреливали их позиции. У наших бойцов был приказ не реагировать на провокации, чтобы не допустить ещё большей эскалации конфликта. Субтитры создавал DimaTorzok Ночью 7 августа начался артобстрел. Грузинские войска всю мощь своей артиллерии обрушили на спящий город. Хорошо изучив натовские приёмы, которыми пользовались грузинские военные, ОМОНовцы поняли, что после такого обстрела грузинская пехота войдёт в город. Поэтому быстро поспешили в сторону селения Табет. Вооружённые новейшей техникой, боеприпасами и оружием грузинские войска уже были там. Днём 8 августа между ОМОНовцами и грузинами завязался неравный бой. Сложно рассказывать о том, как на твоих глазах погибали сослуживцы. Друзья. Все они были молоды и так хотели жить. В селе Табет погибли Алан Санакоев, Алан Кабисов, Суслан Мазыгов, Гайос Биченов, Томас Плиев. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 9 августа группа умуновцев продолжала насмерть стоять за Схимвал. Не пустить врага в город – такая задача стояла перед всеми югостинскими бойцами. Поэтому самые ожесточённые бои шли на окраинах. Когда я приезжаю на кухон, я пришла от дождя на октябрьский, и я задержала «падрозалилен» в «раппалчине», «навиату» в «лога», «не отрежу» в «чем». Умоновцы с честью выполнили свой долг. Наравне с другими нашими защитниками до последнего сдержали врага. А погибшие ребята стали примером стойкости и мужества.